Переход через улицу Ленина разрешен. В ближайшее время будет введен еще один, то есть в Рыбнице появится два светофора с подобным звуковым сопровождением, а в следующем году запланировано введение в эксплуатацию еще двух на улице Вальченко. Сегодня в Рыбнице и Рыбницком районе проживают около 160 человек с различными нарушениями зрения и вполне очевидно, что звуковое сопровождение не роскошь, а жизненная необходимость. Я думаю, что не только в нашем городе они нужны, они нужны везде, где есть люди с ограниченными возможностями, особенно по зрению. Человек останавливается, он не видит там свет, но он слышит, что сейчас можно перейти. В Тираспале их много, в Бендерах тоже. В настоящее время в Рыбнице проводятся различные мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Жители города отзываются об этой работе как о важной составляющей достойного общества. Если он не видит, он слышит и туда перейдет. Спасибо, это отлично. Просто отлично, потому что все люди равны, поверьте мне. И то ли инвалид, или живой, все равно это человек, как здоровый человек, все равно это люди, за них тоже надо беспокоиться. Хорошо, потому что заботится и все. Если мы не будем заботиться, то кто же о них позаботится? Я думаю, что это очень хорошо, что государство заботится. Звуковое сопровождение светофоров помогает не только людям с ограничением зрения. Он может сориентировать людей, страдающих цветовой слепотой. Кроме этого, такой светофор поможет и детям, и взрослым более внимательно переходить оживленные перекрестки. Дарья Родина, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик-ТВ.